Добрый день! Этим видео Странжескул начинает курс грамматики болгарского языка. Напоминаем, что теорию видеокурса полезно будет закрепить на практике упражнениями, значительная часть которых находится на нашем сайте в открытом доступе. Желающие пройти более интенсивное обучение смогут приобрести полный курс упражнений, а также дополнить его занятиями по скайпу с нашими опытными преподавателями-носителями языка. Наша цель – помочь вам заговорить с самого первого занятия. Для этого мы специально адаптировали курс именно под русскоязычных слушателей, чтобы по максимуму извлечь пользу от сходства наших языков. Субъекте сами, что такое болгарский алфавит. Это русский алфавит без трех букв ЙО, ЙО и Э. Всего и делов. К слову сказать, достоинством болгарского языка является то, что здесь практически все как пишется, так и слышится. Поэтому буква алфавита почти та же транскрипция. Читай и говори, не ошибешься. Разумеется, в болгарском произношении есть некоторые особенности, но говорить о них на первых занятиях просто глупо, ибо шлифовать можно только то, что уже есть. Отметим только четыре момента. Первое. Болгарское Е более твердое и звучит как Э. Не Елена, а Элена. Ще произносится как ШТ. Летишь ты. Аэропорт. Твердый знак. Очень интересная буква. В болгарском он не только заменил пропавшее И, но еще и постоянно норовит влезть вместо буквы А. Например, как в слове Болгария. И, наконец, типичная русская ошибка. Если в слове О стоит без ударения, то мы всегда говорим А, что считается здесь довольно грубой ошибкой. Так что старайтесь четко выговаривать О, где бы оно ни попалось, и кувурить без ошибок. Ну, по возможности, разумеется. Ну и, как говорится, чтобы два раза не вставать, отметим еще пару моментов. Иногда старое знакомое слово в болгарском может иметь ударение в самом неожиданном месте. Например, стрелка может стать стрелка, а параметры превратиться в паранетри. Поэтому очень рекомендую, если увидели в стексте новое слово, не поленитесь. Проверьте, в том ли месте у него ударение. А заодно не грех проверить и перевод. Чтобы еще раз убедиться, что «направо» означает «прямо», «страхотно» вовсе не страшно, а совсем наоборот. И стол оказывается не стол, а стул. Довольны вроде слове, начинаем учиться говорить. Для первой коммуникации нам нужны личные местоимения, чтобы знать, как называть себя и окружающих. Теперь, чтобы составить первое предложение, нам потребуется хотя бы один глагол. В большинстве языков глагол «быть» самый частотный и самый неправильный. В том смысле, что распрыгается по собственным правилам. Глагол «сын» не исключение. В отличие от русского, в настоящее время глагол «быть или есть» используется всегда. Разумеется, для нас это есть необычно. Но ничего не попишешь, таковы правила. Данная таблица своего рода таблица умножения болгарского языка. На нее завязаны очень много правил. Знать ее обязательно. Кстати, обратите внимание, при каждом новом спряжении глагол меняет свое название. Поэтому, чтобы не запутаться, болгарский глагол называют по самому верхнему имени, то есть по имени в первом лице единственного числа. До первой самостоятельной фразы на болгарском нас отделяет последний шаг – существительное. Здесь, как и в русском, имена существительные изменяются по родам – мужской и женский средний – и числам – единственные множественные. Как и в русском, слова женского рода имеют свое отдельное множественное число. Больше примеров вы найдете по ссылке на сайте. Обратите внимание, что слово «коллега» имеет особую форму для женского рода – коллежка. А у переводчиков приставка «испери» превратилась в «пре» – «преводач», «преводачка» и так далее. Теперь мы можем рассказать о себе и окружающих. Можем сообщить свое имя, род занятий и так далее. Ас сын Илья. Тя э студентка. Ви эсте – Петрови. Не э сме – коллеги. В болгарском языке также имеется и краткая форма. Без местоимения, но обязательно с глаголом. Илья сын. Студентка э. Петрови сте – коллеги с ме. Предложений без глагола в болгарском просто не бывает. Пожалуй, самое время подвести некоторые итоги. Здесь в одной таблице собраны варианты для всех спряжений. Таблица хороша тем, что с ее помощью можно легко и надолго запомнить все, что мы с вами уже выучили и еще выучим. Кстати, особенно это будет полезно тем, кто учит язык самостоятельно. Итак, выберете первое слово из списка, например, студент, и прогоняете его по всем вариантам. Средний род пропускаем по понятным причинам. Ни эсме студенти, студентки. Ви эсте студент или студентка. И ви эсте студенти или ви эсте студентки. Множественное число. Те со студенти, те со студентки. Потом берете следующее слово и точно таким же образом прогоняете его дальше. И так до самого конца списка существительных. Уверяю вас, результат будет просто потрясающий. Причем, в этом методе регулярность значительно важнее продолжительности. То есть 10 минут в день, но 6 дней подряд дадут в разы больше, чем тот же час, но однократно. Отрицание в болгарском строится очень просто. Кстати, обратите внимание. Момче и момиче, мальчик и девочка, в болгарском среднего рода. И еще одно новое слово встретилось здесь у нас. Котвач. Это повар. Вопросительные предложения можно построить двумя способами. Первое. С помощью частицы ли. Второе. С помощью вопросительного слова. С помощью частицы ли мы можем построить вопрос либо из утверждения Ти, си студент. Ти или си студент. Либо после отрицания. Ти, не си студент. Ти, не си ли студент. А теперь повторим то же самое уже на нашей таблице спряжений. Во всех лицах и числах сразу. Здесь знакомые нам утверждительные предложения. Добавляем к ней частицу ли и получаем вопрос. Теперь пример отрицания. Снова добавляем ли, но уже к глаголу и снова получаем вопросительные предложения. Этот вариант имеет также очень удобную краткую форму. Это был вопрос частицы ли. Переходим к варианту два. Как задать вопрос с помощью вопросительного слова. Теперь глагол должен сделать рокировку. Или даже вообще остаться в гордом одиночестве. Добавляем вопросительное слово. И в принципе на этом можно ставить точку, пардон, вопросительный знак. Но уж больно много вариантов ответа на вопрос кто ты. Поэтому не грех бы уточнить кто ты по специальности, либо кто ты по национальности, либо еще что-то. Пример с другим вопросительным словом. Элена Э от Германии. Елена из Германии. Откуда Элена? Откуда Елена? Для закрепления предыдущей темы спросим еще раз с помощью частицы ли. Элена ли Э от Германии? Елена ли из Германии? В том смысле, что известно. Кто-то точно прибыл из Германии, но неизвестно кто именно. Или другой вариант. От Германии ли Э Элена? Из Германии ли Элена? Вопросительное слово или вопросительное местоимение может изменяться по родам и числам, как показано на этом примере. Еще раз в качестве подведения некоторого итога обратимся к нашей таблице спряжений. Последний раз мы ее оставили на краткой форме вопроса, построенная по первому варианту с помощью частицы ли. Рассмотрим теперь тоже краткую форму, но уже с вопросительным словом от КД, откуда, и кратким же ответом на этот вопрос. А также заодно узнаем названия некоторых стран. От КДС, от Украины СМ, от КДС, от Руси СМ, от КДЭ, от Казахстана Э, от КДСМЭ, от Франции СМЭ, от КДСТЭ, от Австрии СМЭ или от Австрии СМЭ, от КДСА, от Болгария СМЭ. Пример с вопросами КОЙ, КОЯ, КОИ по профессия и народность. КОЙ СЫМ по профессия? КОЙ СИ по народность? КОЙ КОЯ Э по профессия? КОИ СМЭ по народность? КОИ СТЭ по профессия? КОИ СТЭ по народность? КОИ СА по профессия? Все наши предложения до этого момента строились исключительно с помощью глагола СМЭ. Пришло время узнать еще один глагол, особенно полезный для знакомства Глагол казвам – говорить, называть А частица сэ означает аналог возвратной частицы с мягким знаком в русском языке Казвам сэ значит «зовусь», «называюсь» То есть если переводить дословно ас-саказвам бойко Я называюсь бойко или меня зовут бойко Обратите внимание на связки местоимения и окончания глагола По этому правилу спрягается значительная часть болгарских глаголов О чем мы еще будем говорить на следующих занятиях Теперь, чтобы как следует понять и запомнить новый глагол Попробуем пойти от обратного Представим себе, что в левой части у нас ответы И попробуем решить, а на какие же вопросы эти ответы могут отвечать Ас-саказвам бойко Меня зовут бойко Очевидно, что в этом может быть только вопрос «как тебя зовут?» Либо в единственном числе «как сэказваш» Либо уважительное обращение «как сэказва те» Ти сэказваш Милена Тебя зовут Милена На какой вопрос это может отвечать «как меня зовут?» «как сэказва» Той сэказва Драгомир Или Мария По всей видимости Это может отвечать на вопрос «как его или ее зовут?» «как сэказва» Идем дальше Нэ сэказвам Петрови Нас во множественном числе Завут Петрови Очевидно, вопрос «как вас во множественном числе зовут?» «как сэказва те» Ви сэказваты Румяна Юрданова Вас в единственном числе Завут Румяна Юрданова Разумеется, будет вопрос «как меня зовут?» «как сэказвам» Ви сэказваты стойчивы. Вас во множество. Завут стойчивы. Очевидно, вопрос, как нас зовут. Как сэказвамэ. Тэ сэказват росан и зорница. Их зовут росан и зорница. Как их зовут? Как сэказват? Очень важный момент успешной коммуникации. Как обращаться к незнакомому человеку? В болгарском языке существует норма обращения, которая, к величайшему сожалению, пока еще не вернулась в русский язык. Господин, госпожа, госпожица. Третье лицо единственного числа. Той э господин Петров. Тя э госпожа Иванова или тя э госпожица Иванова. Третье лицо множественное число. Тэ са. Тэ са господа Петровы. Тэ са госпожица Петрова и Тодорова. Тэ са госпожицы Петрова и Тодорова. И обращение во втором лице множественного числа. Уважительное обращение. Господины, как се казвате? Госпожо или госпожица, как се казвате? Поздрави. Тэ с стандартные дежурные фразы при общении. Здравейте. Официальное. Здравей. Неофициальное. Здрасти. Простецкое. Добро. Утро. Добр день. Добрый вечер. Универсальное. Лек день. Лек вечер. Лек нождь. Лек значит легкий. Успешен день. Довиждане. До свидания. Чао-чао. Практически болгарское выражение. Это были прощания. Средний блок. И дежурные фразы, которые встречаются в середине диалога. Заповядайте. Что-то типа милости просим. Добрые дошли. Добро пожаловать. Благодаря. Спасибо. Моля. Пожалуйста, как ответ на спасибо. Добре. Хорошо. Много добре. В завершении урока несколько диалогов для закрепления пройденного. Здравей, Иваны. Как си? Здравейте, господине. Благодаря. Много добре. Добро утро, приятеля. Добро утро, Борко. Леконождь. Чао-чао. Леконождь. Довиждане. Как си или как сте? Благодаря. Добре сим. Как эмилена? Добре э. Откаде сте? Ассим от Италия. Асси казвам Мария. А вие. Откаде сте? Асси казвам Георгиус. От гирциесим. Наше первое занятие подошло к концу. Надеемся, оно было полезным и познавательным. Смотрите видео. Загребляйте знания с помощью таблиц спряжения и упражнений на сайте strangeschool.com. До встречи на следующих занятиях. Довиждане.